Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда в 9.30 по московскому времени через прямые трансляции в Перископе мы подводим итоги вчерашнего торгового дня, разбираем самые интересные отчеты, смотрим на те статистические релизы, которые впереди. Если они действительно стоящие, обращаем на них внимание. Все это делается для того, чтобы вы были в курсе основных фундаментальных событий, которые, как ни крути, если не в моменте, то по крайней мере долгосрочно напрямую влияют на то, что происходит на финансовых рынках в разрезе отдельно взятых финансовых инструментов. Вчерашняя торговая сессия явно подняла нам настроение, поскольку большинство инструментов, на которые мы обращали внимание, по динамике отработали себя как по нотам. Действительно, рост доллара последовал. Мы рассчитывали только на такую отдачу от выхода роничных продаж. Укрепление курса американской валюты привело к ослаблению рисковых инструментов. Пока что по-прежнему основным разочарованием для нас является нефтянка, потому что цены на нефть вопреки, опять же, наличию, думаю, многие согласятся, факторов для распродаж, хотя бы даже тех же, которые определяют чрезмерную перекупленность этого актива, без каких-либо серьезных откатов, продолжают обновлять многолетний максимум и оставаться вот на таких экстремальных уровнях. Хорошо, что хотя бы доллар сейчас показывает характер и использует поддержку, которая является сейчас всеобъемлющей. Для него это поддержка, на которую можно не только сейчас пировать, но и продолжить двигаться в рамках того растущего тренда, который уже сформирован. Об американце, безусловно, как и всегда, поговорим. По основным событиям сразу давайте блиц, скажем, такую пробежку устроим. Это в 12.00 данные по индексу потребительских цен еврозоны. Отчет крайне важен для европейской валюты и для нас, как для тех, кто продает этот инструмент. Почему? Потому что подавленная инфляция – это то, что не вызывает каких-либо сомнений в рамках еврозоны. Чем хуже будут обстоять дела с показателем индекса потребительских цен, тем больше уверенности в том, что ЕЦБ будет действовать в рамках прежних экономических стимулов, в рамках прежней мягкой экономической политики. В связи с этим, евро может сегодня испытать еще большее давление, даже и без роста доллара. В 15.00 будет выступать председатель Европейского центрального банка Марио Драги. Хорошо, что это выступление уже будет с оглядкой на тот отсчет по инфляции, который мы увидим. То есть, фактически, те слабые цифры, которые сейчас весьма вероятны, будут им использованы для аргументации и для большей конкретики по поводу той политики, которая Европейским центральным банком будет проводиться дальше. Я уверен, друзья, что никаких серьезных изменений в курсе не произойдет. Я думаю, что с учетом вообще последних отчетов по еврозоне, нужно не только придерживаться как минимум тех объемов программы количественного смягчения, которые сохранены на текущий момент, это 30 миллиардов евро, соответственно, но и нужно давать рынку понять, что при усугублении ситуации, может быть, Европейский центральный банк будет даже более проактивным в плане новых экономических стимулов. Ну, конечно же, если дорогие позволят себе сделать такие заявления, у евро будет только, скажем, один сценарий, который может реализоваться. Это сценарий серьезного затяжного ослабления. Ну и без этого, в принципе, евро находится сейчас под давлением. И когда мы подробнее, собственно, переключимся на евро, я предложу вам еще ориентиры от Банков Америка, которые ждут пару евро-доллар даже ниже тех уровней, на которые ориентируемся мы. А наши цели, как вы помните, это 1.18 и 1.17. В 16.15 после выступления Драги, фактически через час 15, можно будет обратить внимание на статистику уже американского происхождения, промышленное производство. Думаю, что еще один отчет усилит вероятность повышения в июне процентной ставки. Промсектор станет замечательным дополнением к вчерашнему отчету по роничным продажам, поскольку мы уже убедились в том, что активность потребителя остается весовым драйвером для экономики. Если и промпроизводство сейчас не разочарует, тогда вообще можно будет ориентироваться на чуть ли не самые лучшие показатели по экономическому восстановлению до конца 2018 года за многие годы. И в 17.30 по московскому времени традиционные для среды отчета по нефтьянке, это запасы нефтепродуктов, запасы нефти, бензина, дистиллятов и классический еще такой релиз, который приправляет все вот эти данные, объемы добычи в Штатах. И здесь, забегая вперед, сразу хочу сказать, что мы с вами ориентируемся на новые исторические максимумы в Штатах и ориентируемся и очень жаждем, скажем так, увидеть цифру по совокупному производству выше 10,7 миллионов баррелей в сутки. Ну, давайте вот так вот плавненько перейдем на нефть, которая практически вчера достигла по бренду сопротивление 80 долларов за баррель 79.45. Это хай вчерашнего дня. Небольшой откат последовал, сейчас котировки 78.30. И, друзья, я думаю, что нет смысла уже снова возвращаться к тематике, которая предполагает выход США из ядерной сделки. Я даже уже устал обсуждать этот новостной фон. Я устал искать причины, по которым этот новостной фон можно было использовать для распродаж. И пусть сейчас цены на нефть действительно остаются на высоких значениях, но я надеюсь, что вы не поддержали армию тех трейдеров, которые продолжают ставить на то, что выход США из сделки по Атому создаст серьезную проблему нехватки предложения в глобальной экономике. И я думаю, что мои доводы по поводу того, что Штаты никогда не импортировали, собственно, иранскую нефть, они сейчас являются лишними, потому что вы все уже, ну, если нефть вас интересует, постарались и попробовали копнуть глубже, чтобы понять, насколько сейчас нефтянка стала походить на самый настоящий перегретый пороховой заряд. И при ухудшении новостного фона, причем для того, чтобы этот новостной фон ухудшился, не нужно каких-либо радикальных заявлений от ОПЕК. Я думаю, что при такой перегретости рынка, даже, к примеру, статистики по запасам в определенном, разумеется, по определенным показателям, может быть вполне достаточно, чтобы вернуть на рынок какую-то часть продавцов, чтобы те спустили уже с немыслимых уровней и котировки бренд, и WTI. Вчера вот наткнулся на статью по поводу того, что выход США из сделки по Атому сейчас уже позволяет ориентироваться на регионы, которые якобы покупали очень много нефти из Ирана, и сейчас они перестанут это делать. И вот одним из регионов, который был отмечен в этой статье, это Китай. Ну, это полнейший бред, друзья. Ну, как Китай может сейчас разорвать долгосрочные партнерские торговые отношения по покупке нефти у Ирана, тем более после того, как руководство Китая подтвердило приверженность по-прежнему своей страны этой всеобъемлющей сделки по Атому. Китай – это один из участников вот этого договора, и эта сделка по-прежнему в силе. То есть все, кроме США, признали тот факт, что эта сделка должна быть продолжена, и ее также не покинул Иран. И еще один предлог, почему Китай не будет переставать покупать нефть у Ирана, так это потому, что некоторое время назад, может быть, кто-то из вас не знал, но Иран из-за тех же самых финансово-экономических санкций, еще с отголоском на несколько лет назад со стороны США, вовсе отказались от расчетов в долларах и осуществляет расчеты с Китаем, то есть за нефть в юанях. Это, пожалуй, может быть, даже единственный регион, который сейчас рассчитывается с Китаем, или регион, с которым рассчитывается Китай, именно в своей национальной валюте. То есть здесь вообще кровная заинтересованность в том, чтобы эти партнерские отношения были выдержаны и продолжены дальше. На текущий момент, друзья, спред между Brent и WTI уже практически больше 7 долларов. Я думаю, что это еще один тревожный звонок для тех производителей, которые поставляют на рынок не WTI, а Brent. Почему тревожный звонок? Потому что чем больше этот спред, тем больше привлекательность закупок именно американского сорта нефти. Американцы с большим удовольствием сейчас увеличивают объемы добычи, соответственно, продолжают экспансию на глобальном рынке, покрывают все больше участки спросовых регионов на нефтянку. И вот почему я считаю, что действительно серьезный негатив, на который мы можем ориентироваться в ближайшее время, это все-таки разделение той позиции, о которой я вам говорю уже много недель подряд, странами, участниками иноритического пакта, которые должны все-таки понять, чем чревато продолжение этой сделки за пределы 2018 года, чревато прежде всего для них. Какая-то дымовая завеса просто в сознании, которую мы наблюдаем сейчас, и из-за этой дымовой завесы, может быть, они не видят все подводные камни, которые, на мой взгляд, давно заметили те же самые производители американской нефти, то есть сланцевые добытчики США. Причины для распродаж нефти, можно отметить еще, безусловно, сильный доллар, который должен оказывать давление на нефтянку. Также я хочу отметить сегодняшний отчет по запасам нефти. Вчера у нас была репетиция от Американского института нефти, запасы выросли на 4,8 миллиона. Думаю, что отчасти похожие цифры мы можем увидеть и сегодня. В прошлые разы эта статистика не оказала влияния на рынок нефти. Почему? Потому что в прошлые разы все обсуждали только один интересующий их новостной фон, это сделку по Атому и какое решение примет США. Сейчас это уже в прошлом. На статистику нужно обращать внимание, на нее нужно фокусироваться, и допускаю, что сегодня эта фокусировка может привести к тем уже обратным ценовым динамикам, о которых я говорил уже много и очень давно. И так же, как многие продавцы из вас, продолжают все-таки ориентироваться на то, что эти распродажи должны начаться. Рубль 62.32. Думаю, что на этом достаточно оценивать все то, что происходит с курсом рубля. Цель прежней 65. Доллар японская иена продолжает восстанавливаться. Сейчас котировки уже 110.26. Мы преодолели сопротивление, которое раньше очень активно сдерживало покупателей. Сейчас это сопротивление стало поддержкой. Я имею в виду уровень, конечно же, 110. Мы опираемся теперь на эту планку. Мы используем кучу фундаментальных катализаторов для того, чтобы подстегивать рост американской валюты дальше. Вчера были опубликованы роничные продажи в США, но целых 0,3% роста в уменьшительном выражении в соответствии с прогнозом. Это очень сильные данные. В годовом выражении это цифра, которая позволяет говорить уже чуть ли не о самых лучших показателях активности потребителей за последние много лет. Соответственно, американская экономика и дальше будет опираться на активность потребителей, и дальше будет расширяться. Прошлый, собственно, показатель по роничным продажам был пересмотр с повышением с 0,6% до 0,8%. И как только эта статистика превзошла ожидания трейдеров, эта статистика порадовала тех, кто делал ставку на рост доллара, наверняка вы заметили, как лихо подросли доходности американских облигаций, и рост трейджерис далеко выше 3%. Фактически десятилетки достигли максимум за последние 7 лет. Это 3,09 уже окончательно дал понять всем скептикам, что у доллара только одна дорога, эта дорога направлена исключительно вверх. Поэтому сейчас мы можем ориентироваться на уровни гораздо выше текущих значений. Мы с вами сломали психологическую планку. Можем ставить цели максимум, весьма амбициозные делать вызовы рынку Форекс по доллару и ориентироваться на цели 114-115 йен, почему бы и нет. Ситуация складывается таким образом, что нет ни одного негативного момента, которым можно было бы оправдать наличие каких-либо рисков для показателей инфляции. Если нет этих негативных моментов, значит нет причины допускать то, что ФРС может оказаться от своих планов, менять процентные ставки, менять их довольно часто в этом году. Ближайшее заседание это июнь, вероятность повышения процентной ставки выросла с 96% до 100%. В этом практически нет никаких сомнений. Мы можем уже закрыть даже эти ожидания как страницу, скажем, книги, перевернуть ее, потому что можем относиться к этому событию как к факту, который уже случился. И самое время уже спекулировать на том, будут ли ставки повышены еще дважды после июньского заседания. Поэтому здесь нам в помощь, безусловно, следующая статистика, следующие макроэкономические данные, за которыми мы также будем следить весьма пристально. Еще один фактор, почему доллар японской иены сейчас будет расти, я еще вчера хотел вам сказать про результаты опроса Reuters касательно политики, проводимой Банком Японии. Так вот, сейчас сроки потенциальных изменений, точнее выхода из программы QE серьезно поехали. Я напоминаю, что еще в начале этого года были разговоры о том, что Банк Японии начнет сворачивать программу количественного смягчения до конца этого года. Сейчас по опросам Reuters этим опросам нужно доверять. Если политика и начнет меняться, это не раньше 2020 года. Времени еще очень много, чтобы отыгрывать мягкий экономический режим Японии. И времени очень много, чтобы сравнивать этот режим с жесткой политикой ФРС. Поэтому доллар и японская иена действительно по тренду развернулась, и дальше будет еще больше укрепления. Американский фондовый рынок вчера просел. Кто-то считает, что фактором распродажи американской фонды стало отсутствие новостей по тому, как идут переговоры между США и Китаем. А кто-то даже нашел негатив о том, что переговоры застопорились, нет прогресса, и снова можно возвращаться к теме торговых войн. Я хочу отметить, что не это было причиной снижения американского фондового рынка. Американский фондовый рынок просел. Почему? Потому что выход сильных хроничных продаж усилил вероятность повышения процентной ставки. И американский фондовый рынок просел. Почему? Потому что доходности трежерис выросли до 3,09%. И впервые за последние, по-моему, 10 лет долговой рынок США сравнялся по доходности с той доходностью, которую показывает американский фондовый рынок. Ну, то есть, американская фонда – это рисковые инструменты, а облигации – самые, что ни на есть защитные. Вы прекрасно понимаете, на какие сейчас инструменты будет делаться большая ставка. Разумеется, на облигации. Вот почему доллара есть еще одно мощное основание, чтобы продолжить свое восстановление. Евро против доллара. Говорили мы накануне про комментарии Велеруа, который возглавляет Банк Франции. Является тоже, скажем, одним из лидеров мнения по поводу проводимой политики. Он, собственно, позволил себе высказаться о том, что ЕЦБ близок к завершению программы количественного смягчения. Но, немножко покопавшись в его аргументах, мы поняли, что он лишь верит в то, что инфляция может вырасти. И на основании этого у ЕЦБ будут основания свернуть программу количественного смягчения. Инфляция не вырастет. Уж, по крайней мере, до середины 2019 года я вообще не верю, что это возможно. Эта позиция подтверждается мнением и Питера Прата, который является единомышленником Марио Драги. Эта позиция подтверждается и мнением, собственно, самого представителя Европейского Центрального Банка, который уже отметил Драги, который уже неоднократно нам отмечал, что Европейский Центральный Банк даже куларно не обсуждал возможность сейчас ужесточения монетарной политики. То, что политика будет мягкой, даже об этом можно сделать выводы не только по той риторике, которую мы слышим, но и по статистике, потому что если макроэкономические данные разочаровывают, разумеется, ЕЦБ будет верен прежнему режиму. А статистика хуже некуда. Вчера в ВВП Германии 2,3% в годовом выражении с 2,9%. Индекс настроения так и остался очень глубоко на отрицательной территории, в ВВП Еврозоны. Здесь 2,5% совпало с прошлым значением, но думаю, что сейчас просядет еще и на потребительских цен. Напоминаю, что сегодня в 12.00 выйдут эти данные. И это уже будет залогом на то, что следующий отчет по экономическому росту будет хуже, потому что низкие значения инфляции, они фактически будут готовить нас к очень слабой рознице в Еврозоне. А без высоких показателей активности домохозяйства экономике практически не на что отбираться. Это такая же схожая ситуация с США, но только там исключительно все позитивно. Здесь все плохо. И прогноз Bank of America, которые ждут по евро-доллару 1,15. Их позиция сейчас аргументируется тем, что данные, которые мы анализируем по Еврозоне, все хуже и хуже. Даже Bank of America, который был скептиком по евро изначально, не рассчитывал, что статистика будет ухудшаться такими темпами. Поэтому чем, скажем, хуже сейчас данные в Еврозоне, тем лучше данные в США, тем больше вот эта дифференциация политик и процентных ставок, которые будут в дальнейшем. Поэтому евро, доллар, друзья, давайте продавать, но у нас устроила бы цель даже 1,17. Фунт против доллара, заработные платы, включая премию, вчера 2,6% с 2,8. Спад, который явно указывает на то, что рынку пора бы уже перезагрузиться в плане ожидания по процентным ставкам. И увидев, собственно, эти цифры, я даже вчера обрадовался, потому что это 100% сигнал для того, чтобы Банк Англии начал снова выступать на рынке с анонсом неизбежного повышения процентной ставки, который может состояться уже, собственно, в августе. Я на это очень сильно ориентируюсь, друзья. Я даю британцу последний шанс для того, чтобы восстановиться, потому что понимаю, что ниже фунт уже вряд ли опустят. Банк Англии держит руку на пульсе. И, наверное, уже сейчас, видя цифры по заработным платам, сопоставляя их с теми значениями по инфляции, которые мы получим в будущем, вот уже буквально через неделю будет отчет по инфляции потребительской цены в Англии, мы получим вот этот сигнал и комментарий важный, судьбоносный для фунта, который сможет реанимировать интерес к этому инструменту и, собственно, привести к его большему, ну, точнее, к росту и, самое главное, восстановлению с тех уровней, с которых мы свалились по британцу за последние недели. Есть еще небольшой запас прочности лично у моей позиции. Я готов еще потерпеть примерно около 100 пунктов, друзья. И надеюсь, что этих 100 пунктов будет достаточно, чтобы на этот рынок вернуть покупателей и чтобы мы, как минимум, удержались выше отметки 1.35. Золото под давлением, под давлением сильного доллара, 1300 долларов за трость к унцу. Это цель, которую мы ставили, собственно, до конца этой недели. Эта цель была обозначена на вебинаре, который проходит каждый понедельник в 16.30 по московскому времени. То есть традиционно мы разбираем там этот актив доллару. Сейчас нечего противопоставить доллару, точнее золоту. И, соответственно, без поддержки слабого американца золото нет оснований для того, чтобы расти. Да и сейчас еще и наседают доходности облигаций, которые реально позволяют зарабатывать не только на, собственно, росте доходности, там еще и на купонах, на номинальной стоимости изменения золота. Подобными бенефитами похвастаться не может. И доллара дает только доход, который связан с изменением номинала. По австралийцу еще хотел пару слов сказать, поскольку сегодня на азиатской сессии вышли данные по индексу заработных плат. Это отчет, который готовит нас к инфляции. Чем ниже инфляция, тем, соответственно, больше уверенности в том, что политика меняться не будет. И давайте теперь продолжим вот эту логическую цепочку. Чем ниже рост заработных плат, тем меньше активности потребителей. И чем ниже активность потребителей, тем, соответственно, меньше вклад в разгон показателя инфляции, то есть показателя индекса потребительских цен. Поэтому на основании тех данных, которые мы видели сегодня, прирост заработных плат не дотянул ни до прогноза, ни до прошлого значения. Вместо 0,6 у нас 0,5%. Австралиец оказался под давлением и сейчас мы уже ниже 0,75, друзья, на отметке 0,74,70 продолжаем снижаться. Цель 0,73. Это уровень, который, возможно, при таких темпах роста может пасть уже до конца следующей недели. По новозеландцу схожая картина. К котировке на текущий момент 0,68,73 мы ждем новозеландца на отметке 0,67. То есть около 150 пунктов потенциал коррекции и у австралийцев и новозеландца еще есть. И этот потенциал вы можете использовать. Друзья, на этом, собственно, все. По основным событиям мы уже с вами поговорили. Остается пожелать вам удачной, прибыльной торговой сессии. Дни явно волатильнее, чем обычно. В связи с этим мы существенные риски. Контролируйте их, пожалуйста. Не злоупотребляйте с показателями загрузки ваших депозитов. Это очень важно. Держите консервативное плечо. Все-таки рынок Форекс – это рынок, который мы пытаемся спрогнозировать. Но не, скажем, часто это удается. Поэтому рынок остается у себя на уме. И зачастую показывает те движения первоначально, которые мы с вами не допускаем. Те движения, на которые мы не ориентируемся. И вот эти обманки – они довольно частые явления перед тем, как рынок определяется с более-менее оправданным и нормальным трендовым движением, которое полностью соответствует тому фундаментальному анализу, который мы проводим. Контролируйте риски – это очень важно. Увидимся мы с вами завтра, как всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени через перископ. Всего доброго, до свидания.